В эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает вице-спикер Законодательного собрания Кировской области Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый. Ну что, о вице-спикерах и поговорим с самого начала. Депутат Бакин предлагает сократить число заместителей председателя Законодательного собрания в два раза. Поясняю, вместо четырёх спикеров регионального парламента он предлагает оставить только двух. Что это такое? Это такой политический ход в канун выборов в Законодательное собрание или это просто экономия бюджетных средств? Ну, я могла бы вернуться, наверное, к предыдущему созыву Законодательного собрания, когда ещё предыдущий созыв определял работу пятого созыва. Вот они тогда решили, что должно быть 10 штатных единиц, может быть, два или сколько-то замов и освобождённых председателей комитетов. В конечном итоге начинает работать новый созыв, новые депутаты, и они сами решают, как им надо это делать. Поэтому я же не собираюсь, например, в вашем кошельке говорить, вот вы, пожалуйста, вот это сократите, там это уберите. Вы сами видите свой бюджет и сами смотрите, что вам нужно не для того, чтобы пиар-ход сократить, увеличить или там уменьшить, а для того, чтобы работало Законодательное собрание достаточно с высоким КПД. Поэтому вот когда в последний момент, а давайте-ка мы им скажем, как работать, я считаю, это не совсем корректно. Вот придёт новый состав, и, наверное, они вполне смогут определить, сколько нужно им заместителей председателей этих вице-виц, сколько им нужно освобождённых председателей комитетов. Дело в том, что ведь ситуация следующая. На эти даже должности вице-спикеров, как оказалось, далеко не все рвутся, потому что у многих депутатов оклад, или, вернее, неправильно выразилось, зарплата гораздо выше, чем они могли бы получать здесь. Поэтому ищут такого удобного человека, у которого зарплата может быть и который согласится. Второе. У нас были председатели, которые избраны таковыми и отказывались работать на освобождённой основе. Единственное, ставился вопрос, в частности, по Турулу, чтобы хоть какая-то была доплата, потому что человек, действительно, являясь председателем комитета Законодательного собрания, выполняет, в общем-то, большую нагрузку несёт, чем обычный депутат. Однако это было отклонено. Поэтому, как работали вице-спикеры, насколько эффективно. Да, у нас вот с одной партии как бы не получилось, отказались. Второй сказал, что я буду на освобождённой основе. И, кстати говоря, вот этим законопроектом вносит вопрос о том, что вице-спикеры должны все работать на освобождённой основе. То есть, если ты даёшь согласие, то есть ты должен работать именно по основному месту работы, полностью отдав себя вот этой депутатской работе. Поэтому я считаю, что вопросы надо ставить. Надо ли четырёх решать? Это должны решать как раз депутаты, которые придут и смотреть об эффективности. Может быть, они скажут, что нужен всего один заместитель. Это и такой вариант может быть. А может быть, скажут, что давайте как получилось в пятом созыве, почему-то ориентировались, чтобы у каждой фракции, которой партии представлены в законодательном собрании, был свой вице-спикер. Ну, потому что здесь на самом деле очень интересная может сложиться ситуация. Если останутся два вице-спикера, то есть отойдут от этого принципа, который пятый созыв принял для себя, что должно быть столько замов у председателя ЗАГС собрания, сколько было фракций, да, сколько было партий представлено, то в случае, если пройдёт сокращение, видимо, будет уже независимо от партии, и может случиться так, что и председатель ЗАГС собрания, и два его зама, например, единороссы, или, например, справедливые росы, это может быть не так хорошо, как Вы считаете? Я считаю, безусловно, в руководстве ЗАГС должны быть представители разных партий, потому что есть вопросы, которые, да, нужно решать совместно, проявлять какое-то единство, и есть интересы избирателей, которые тоже нужно отстаивать. И когда только представители одной партии монополизируют, ну вот сейчас избирателям нужно и думать, дадут они такое право или нет кому-то. Ну и так резюмировать, то есть предложение Владимира Бакина о сокращении должностей вице-спикеров, это такое заявление в никуда практически, потому что новое ЗАГС собрание самостоятельно определится, сколько никого нужно. Правильно я поняла? Я считаю, что нужно это право предоставить новому составу законодательного собрания. Но оно будет предоставлено правильно или нет? Нет. Если будут внесены изменения в законы, в правила, значит, законодательное собрание нового САГС должно начинать работать по этим правилам. Я поняла. Нужно ли это сделать, я сомневаюсь. То есть оно должно будет начать по этим правилам работать, выбрать двух вице-спикеров, и поменять эти правила смогут только когда-нибудь потом, если найдут нужное. Да. То есть начинать работать по правилам, которым кто-то установил, а потом уже в процессе что-то менять или не менять, это будет уже... А как вообще депутаты к этому отнеслись предложением Бакина Владимира Гавриловича? Ну я, к сожалению, не могу сказать об оценке, так как по семейным обстоятельствам пока нахожусь в отпуске, выйду по этому мнению коллег, я не могу привести свое мнение, я бы сказала. Арина Сазонтова, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. У нас в студии следующий вопрос. Вопрос, который касается заявления исполняющего обязанности губернатора Кузнецова, который поставил задачу сформировать бездефицитный бюджет региона на ближайшие три года. И здесь такая дискуссия развернулась в интернете по поводу поставленной задачи. Каким образом эта задача будет исполняться? Что это значит? Это значит, что правительство провело какую-то серьезную работу и обнаружились какие-то свободные средства, которые будут позволять бездефицитный бюджет проводить. Что это значит? Это значит, что будут закручиваться гайки и сокращаться еще какие-то программы. И в первую очередь идет речь о социальных программах. Каким образом, какие инструменты имеет в виду Кузнецов? Как вы думаете? Ну, выезжать за Алексея Борисовича или предполагать, я говорю, что в этот момент я отсутствовала, но, как показывает практика, сокращение у нас, да, наверное, любого сегодня, если выйти на улицу и спросить, то вот эти недовольства, когда определяют, что полуторный прожиточный минимум – это тот уровень, который считает, ты за чертой бедности или, значит, ты еще живешь. Хотя в некоторых регионах определяют двойной прожиточный минимум для того, чтобы определить, как семья вытягивает. Но вот по тем позициям, с которыми мы сталкивались, да, мы теряем на том, что у нас недостаточно эффективно работают так называемые инвест-проекты, то есть бюджет не получает в том полном объеме создания рабочих мест, то есть не то, что люди должны ходить с протянутой рукой, главное – дать им возможность зарабатывать, достойно получать зарплату, тогда у них не будет проблем к кому-то обращаться и какую-то социальную поддержку рассчитывать. Поэтому, если удастся по инвест-проектам и кого-то производству организовать таким образом, что увеличить доходную часть, то есть если мы понимаем, что бездефицитный бюджет – это увеличение доходной его части, доходную часть можно увеличивать как раз за счет создания организации эффективного производства, сельскохозяйственного, промышленного и, так сказать, пополнения бюджета за счет налогов, там, на прибыль, НДФЛ и так далее. Чего нельзя допустить в процессе решения этой задачи? Чего нельзя допустить – сокращение рабочих мест, потому что это сразу у нас идет количество рост безработных и увеличивается число нуждающихся в социальной поддержке. Но если мы говорим о том, за счет чего все-таки сокращение, чего я очень боюсь, у нас следующий год, например, год экологии, да, объявлен? Да. Но сегодня на нашу экологию, на Министерство природы, значит, охраны окружающей среды, такой мизер выделяется, что, ну, просто слезы, скупая слеза, так сказать, да, текает. Теперь, когда мы пытаемся говорить о школах, которые надо ремонтировать, у нас сейчас громко заявляется о строительстве новых школ, безусловно их надо строить, а кто будет ремонтировать старое, где еще дети учатся и работают эти школы. У нас сегодня учреждение культуры, когда мы не можем в селе Павлово, собрав в нашей фракции, например, на проектно-смертную документацию, деньги, да, сделав на эту документацию, просим отремонтировать там прекрасный дворец имени Мациевского и не находятся на это средства. То есть, я считаю, да, как бы не очень это заметно для Кировской области, да, это же в селе. Вот из таких объектов, когда вот так будет немножко усекаться все, где не очень-то это видно, так сказать, не очень-то заметно, наверное, сокращение, да, безусловно, за счет чего-то еще может произойти. А за счет чего, вот, поговорить, хорошо бы, что произошел экономический рывок такой, да, за счет усиления эффективности инвестиционных проектов. Вот не только инвестиционных, а дело в том, что у нас сегодня по стране создано более 200 народных предприятий. Система их такова, что и руководство на самом предприятии определяет, кто возглавляет коллектив, акции делятся между работающими. Это что такое, кооперативы? Может быть, назвать науливание промышленного, если так, чтобы для понимания. И когда те, кто-то работают, они сами участвуют в распределении прибыли, а не то, что прибыль распределяется на какие-то подарки в предвыборную кампанию от имени Совета директоров, а само предприятие, руководство его избрано, отчитываясь перед теми, общее собрание тех, кто там работает. Сколько у нас в Кировской области таких предприятий? У нас в области, к сожалению, нет. Но даже в Ленинграде, в Питере, в Санкт-Петербурге, у нас их несколько. У нас их рядом, Марийская, в которой мы из Вениговска, совхоз по производству магазинов немало, в Кировской области. Поэтому более 200 предприятий. То есть вы сейчас имеете в виду, что нужно вводить новые формы бизнеса? Конечно. Когда у нас сегодня закрывается одно предприятие за другим, предприятие, я не говорю, у нас объявлен год фермерства, но это прекрасно. Но когда те же фермеры обращаются, они не знают, куда реализовать там выложенный картофель. Фермерская ярмарка так и не открылась. Да. Вот это, понимаете, у нас, ну как сказать, свисток выходит весь пар, а результата нет. Нет. Если бы фермеры были уверены, что они сегодня, так пусть тот же госзаказ, но они знают, что они выращивают это. В Польше, вот я сталкивалась, когда мы столкнулись, да, причем жена учительница, он где-то работает, но они горчицу выращивают. У него госзаказ, что он ее вырастил, он ее сдаст и получает какой-то доход. Вот когда гарантии есть, что ты можешь реализовать, сможешь реализовать не за копейки, а за соответствующую цену, то, что ты создал, произвел, вот тогда, наверное, будет результат. Пока эта система не будет, схема отработана, цепочка вся. То есть это малый и микробизнес. Конечно, конечно, если у людей есть возможности, желания, когда говорят фермерство, я всегда Орловских привожу, он говорю, отдайте, продайте мне эту землю, я там Танюшка, Надюшка, Лешка, вот у нас Лешкин лук, да, и где эти Танюшка, Надюшка и Лешка? Они все идут в город. Вы видите, как строят, застряются у нас. Дело в том, что, вы понимаете, надо давать возможность работать тем, кто хочет, у него есть силы и возможность. Но загадывать там на 50, даже на 30 лет, будет ли у тебя здоровье, захотят ли твои дети тут быть, удобно ли им будет, или будет ли здоровье, это большой вопрос. Марина Сазонтова, вице-спикер закономительного собрания Кировской области у нас в студии сегодня, это ее особое мнение. Вот вы сказали, что, еще раз, нужно работать над эффективностью инвест-проектов, которые реализовывались в Кировской области. Нужно приводить новые формы организации бизнеса, которых еще даже не нюхали в Кировской области, но уже эффективно они работают в стране. Нужно обратить внимание на микро- и малый бизнес. Вот это все нужно, мы говорим в течение, каждый раз мы об этом говорим. Чтобы это нужно превратилось в реалии наше. Что нужно? Кто-то должен прийти, новый человек, новый менеджер. Что должно произойти? Здесь несколько составляющих. Во-первых, смотреть, насколько нам позволяют нормативные акты, в какой форме что-то использовать. Кому смотреть? Договор, например, тот же инвест-проект. Кто это должен делать? В правительстве области. В правительстве Кировской области. Однозначно области. Потому что в инвест-проектах, договорах, должно быть четко прописано условия, сроки. И если мы предоставляем какие-то преференции, льготы, так называемые инвест-проекты, под инвест-проекты, то мы должны знать, какую отдачу, как быстро мы получим. У нас должны быть гарантии. А когда их реализация, так знаете, откладывается, мы без конца входим в положение, и, как сказать, знаете, вот с таким нескольким... А если я правильно понимаю, что вы считаете, что нужны обновления в правительстве? Потому что действующее правительство неэффективно работает над этим проектом. Ну, вы знаете, какие вот замены были, да, когда мы промпарк в Вятских полях, там три года и больше, и так далее, приводили губернатора, который ленточку перерезал, станки привезенные, потом их также увезли, после того, как он перерезал эти ленточки. Вот кому нужны вот эти, как сказать, показные деревни, да, или, так сказать, как нас называют, мне это очень не нравится. У нас сегодня 11 заместителей председателя правительства. У Шанцева, если не ошибаюсь, четверо. Вот надо смотреть, насколько эффективно работает каждый из них. И я бы посчитала там, насколько у нас тогда министров... Ну, то есть вы сомневаетесь в эффективности работы действующего правительства? Я считаю, что да, нужно работать эффективнее. И, конечно, руководитель должен подбирать такую команду, которая работает более эффективно. Это Марина Сазонтова, ее особое мнение в эфире нашей радиостанции, но теперь про руководителя. Понятно, что ситуация, когда у нас нет временно исполняющего обязанности губернатора, нет губернатора на месте, есть только исполняющие обязанности, не может длиться вечно. Во-первых, как вы считаете, есть ли шансы у Никиты Юрьевича вернуться сюда? Потому что сегодня вышли публикации, в том числе и на нашем сайте. Мы сделали ссылку, новость Никиты Белых может вернуться на свое место. Один из экспертов, Валерий Хомяков, не знаю, успели ли вы ознакомиться, гендиректор Совета по национальной стратегии, я тоже его не знаю, но тем не менее он заявил, что вполне возможно такое, что он вернется. Вы как думаете? Вы знаете, с самого объявления 24-го, когда появилась эта информация, у меня не было, я бы сказала, вообще никаких эмоций. В нашей стране, в которой нельзя быть уверенной, ни в наших действиях правоохранительных органов, судебной власти, вы понимаете, когда у нас арестовывают, там задерживают достаточно много людей, чем это, как правило, заканчивается. Там тот же Сердюков, та же Васильева, и когда вот это очередное задержание, давайте напомним, когда Олега Березина держали больше года, да, в СИЗО, вот для меня в данном случае, в советское время, я опять же хочу привести, если звучала фраза, что возбуждено уголовное дело, никто же не сомневался, что это закончится судебным процессом, и речь только там шла, знаете, срок от 3 до 5, ну и какие-то еще носили условия. Сейчас полностью непредсказуемое действие. И когда вот мы такие факты слышим, чем это кончится, это, считай, гадание на кофейной гуще. Потому что, если бы в нашей стране система действовала очень четко, мы могли бы быть уверены во всех этих действиях и не сомневались, как оно будет. А сейчас предполагать, что и как будет, единственное могу сказать, я для себя посчитала, у нас 21-го будет заседание законодательного собрания, уже последнее, созвать внеочередное можно только за 3 дня. Ну, потому что у нас есть за пределами города и области, там часть депутатов есть. Значит, принять решение о проведении внеочередного заседания для того, чтобы объявить выборы, это должно было быть заседание 18-го, позже июля, да, а объявить его сегодня, 15-го числа. Так как это не произошло, могу предположить, что выборов не будет, потому что они должны проходить объявление за 60 дней до 18-го сентября. Вы считаете, это нужно было сделать? Проводить внеочередное заседание. Объявлять, как это называется, недоверие Никите Белых, созывать внеочередное собрание и назначать в городе? Дело в том, что решение такое принимают депутаты законодательного собрания. О том, что сам факт такой произошел, ну, это для всех. Вы как депутат, как считаете, нужно было? По крайней мере, мы выходили с инициативы о том, чтобы провести внеочередное заседание законодательного собрания. Да, но для этого нужно было собрать 18 голосов, которых не удалось собрать, хотя многие выражали желание. Но для того, чтобы такое решение было принято, нужно 2 трети голосов выражения недоверия. Так что это, к сожалению, А вы сами какой точки зрения придерживались при обсуждении? Я могу сказать, что я сегодняшний вот факт, факт задержания, я еще раз говорю, я не могу дать ему никакую оценку. У меня, к сожалению, нет доверия к поступкам, к действиям, то, что сегодня задержали, завтра объявили. давайте по документам, которые уже объявлены, есть решение суда, если будет доведено до этого. То есть, вас сейчас вообще вся эта ситуация вызывает сомнения, и вы хотели бы, чтобы суд показал, что на самом деле происходит? Если это суд, да, если дело будет доведено до суда, тогда будет решение сказано. Не ответила Марина Сергеевна на мой вопрос. Была она за или против объявления досрочных выборов? Я за то, что у нас сегодня мы можем предполагать, а если у нас законы, извините, действуют как в одну сторону, так и в другую, прочтение их, и результат может быть совершенно непредсказуемый, а зачем догадать? То есть, против вы были? Против чего? Против объявления досрочных выборов. При голосовании на фракции. Нет, у нас не было досрочных, вопрос такой и не стал. Ставился вопрос о созыве внеочередного заседания законодательного собрания о выражении недоверия губернатора. Такое решение принимала фракция. Понятно, фракция принимала такое решение. Давайте мы сейчас поговорим с вами о выборах. И я хотела бы оттолкнуться от высказывания вашего коллеги, вице-спикера ОЗС Михаила Курашина, который был буквально тут на днях, тоже в нашей студии в особом мире. Сказал он следующее. Он не считает, что КПРФ, СССР и ЛДПР будет принципиально соперничество с Единой Россией. Я думаю, цитирую я, что они будут бороться не столько против Единой России, сколько за определенный процент голосов в будущее количество мест в парламенте. Ориентация будет на это. Ну и заявляет также Михаил Курашин, что предвыборная кампания оппозиции не будет грязной. Как вы можете прокомментировать вот такие его высказывания? Ну, здесь надо рассматривать газетку, которую в очередной раз нам подкинули, подкидывают уже. Хотя официально предвыборная кампания еще не началась. Читовые ящики? Конечно, конечно. От разных партий и каждый уже начинает, так сказать, чистить перышки, что они самые хорошие, что других нет и только. Здесь будет зависеть, наверное, от позиции, когда выборы, например, в Государственную Думу у нас точно так же пойдет, как и в законодательное собрание 50 на 50. То есть 50 идут по партийным спискам 225 депутатов в Государственную Думу, да? И 27 депутатов в законодательное собрание. Так как они пойдут от партии, каждая партия имеет право выдвинуть свою тройку. Безусловно, здесь я не думаю, что, зная, как, к сожалению, проходят эти партии, если это не будет очень публично или там записано, так сказать, да, кого-то бросить обвинение. Мне кажется, во многом это пустое. Вот понимаете, когда мы смотрим вперед, что пообещают ну, это мне напоминает, знаете, как сказку о Золотом Ключке, да, про Буратино, когда кот и лиса, там, кот Базилио, да, лиса уговаривают, ты вот так, мы тебе, там у тебя все хорошо будет. Вот оказывается, чтобы сегодня сделать выбор, нужно оглянуться назад, посмотреть протоколы голосования, и тогда все будет ясно, кто тебя устраивает. Знаете, как говорится, кому поп, нравится кому попадья, кому попова дочка. То есть вот те, кто сегодня будет заворожено слушать, что там обещает, кто, что сделать и так далее, а нужно просто зайти на, предположим, на сайтах собрания посмотреть, а как голосовали представители той или иной партии, те или иные кандидаты, которые по одномандатным округам идут и снова идут на эти выборы, тогда все будет ясно. Некоторые наши источники заявляют о том, что вполне возможен альянс о справедливой России и КПРФ на грядущих выборах в областное законодательное собрание. Вы тоже допускаете такую возможность? Дело в том, что на этих выборах будет ли такой альянс или не будет, но мне стало просто немножко смешно. все то, что выдвигали в своей программе коммунисты и то, с чем они выходили, так сказать, сейчас полностью переписано в справедливой России в программе, которую нам в очередной раз раскинули эти газеты. И это тоже наталкивает на мысль. А мысль другая. Дело в том, что вот когда, если ты хочешь действительно результат, ведь Доронин прошел в ЗАГС собрания Сергей Доронин от КПРФ он прошел в законодательное собрание в свое время. Да, в свое время и это было, так сказать, союзничество и так далее. Во что-то сейчас превратилось, ну как, это было в предыдущем созыве, когда, так сказать, все это было организовано. Поэтому сегодня надо смотреть, как себя люди проявили, за что голосовали, кто там оказался тоже в этой фракции и кто идет теперь от этой фракции. Альянс возможен или нет? Как вы думаете? Альянс возможен, знаете, на каком уровне? Если попытаются где-то одномандатники или нет, так сказать, да, поймут, кто реально может действительно и в помощь друг другу, например, сказать, что да, шансы, и чтобы не проиграть случайным кандидатам, такой вариант, наверное, возможен. Компромисс на выборах, он безусловно допустим. Компромисс на выборах допустим. Напоминаю, что эта программа особое мнение и свое особое мнение сегодня высказывает Марина Сазунтова, вице-спикер областного законодательного собрания. Вот как раз про тех, кто был одного цвета, а стал другого цвета. Мы знаем, что нынче довольно много людей, выдвигавшихся в свое время от одной партии, выдвигаются сейчас от другой партии. И особенно этим отличилась стройка, которая идет от справедливой России. Здесь и господин Сураев, который представлял раньше партию большинства «Единую Россию», и упомянутый вами уже Сергей Доронин, и господин Скворцов, который был членом партии КПРФ, насколько я понимаю, тоже. И мнения тоже здесь разделяются. Если уже упомянутый Михаил Курашин говорит, что это нормальная предвыборная ситуация, когда переходят из одной партии в другую, то особенно этим отличаются представители «Единой России», говорят о том, что так вот скакать с места на место нехорошо и неправильно, а кое-кто заявляет вообще о предательстве интересов. Вот вы какой позиции придерживаетесь? Я могу сказать о себе. Вступив в 19 лет в коммунистическую партию, ни в какую другую я не бегала, не переходила, и окрас, так сказать, свой не меняла. Ну, судя по тому, как вы говорили о Сергее Доронине, вы все-таки осуждаете таких людей, которые меняют партию, особенно в преддверии выборов. Понимаете, у каждого есть право на свой поступок, и оценку этому поступку, надо знать, что она может быть по-разному оценена разными людьми. Я отрицательно оцениваю, когда, предположим, если люди ошиблись в партии, и сейчас переходить там срочно в другую, не знаю, можно было бы попробовать просто идти независимым депутатом, если ты рассчитываешь. То есть, ты можешь показать, что да, в выборе партии я ошибся, но могу и хочу все-таки помогать. И, кстати говоря, вот недавно на конференции нашей партийной к нам пришли, если вы знаете, в нашей тройке и, кстати, среди наших кандидатов, которые в тройках выдвинуты, немало тех людей, которые работали чиновниками, как у нас сейчас говорится, они не вступали ни в какие партии, но они просто не имели права быть, как сказать, принадлежность какой-то партии, да, определить или состоять в какой-то партии. закончив вот этот карьерный, так сказать, да, свой служебный список, они сейчас восстановились в партии. Вы сейчас как раз об Анатолии Чурине говорите, которые идут в тройке КПР. Не только, не только. У нас есть там и Шашин, Сергей Ирикович и другие, я могу там называть, надо смотреть, 84 у нас кандидатов. А как Вы оцениваете вот свою тройку, ну и вообще тех депутатов, которые идут сейчас по фракции КПР, Вы усилили свои ряды, Вы считаете? В любом случае, но кто будет ослаблять свою тройку? Это естественный процесс, что стараются как раз включить людей, которые могут убедить избирателей в том, что идут те люди, которые могут что-то делать и которые своими поступками, там, Сандалов и Мамаев, они уже депутаты, один Государственный Дума, другой Городской Кировской Думы, они уже работают и помогают как депутаты, можно проследить за их деятельностью. Поэтому, конечно, каждый штаб выборный, который упадет. Стремится усилить. Это понятно. Давайте мы оценим тогда в сравнении вот эти тройки, которые идут от Справедливой России, от Единой России и КПРФ. Я напомню нашим слушателям, что от Единой России список возглавляет Владимир Быков и далее идут Гурьянова, это директор Герценской библиотеки и Тимченко, сенатор. От Справедливой России Сураев, Доронин и Скворцов уже о них мы говорили и от КПРФ Мамаев, Чурин и Сандав. Коллеги ваши по ОЗС, в частности Курашин, говорят, что тройки у Справедливой России и у КПРФ значительно сильнее, чем у Единой России. Как вы считаете? Вы знаете, как бы я ни считала, главным будет выбор за избирателями. Мы сейчас не агитируем, не заканчиваем. Дело в том, что вот как раз сейчас, так как мы объявлены, завтра мы сдаем списки на регистрацию, это может быть попытка как раз нам, что мы тут занимаемся агитацией, у кого сильнее, у кого, так сказать, я вот не сторонница, вы знаете, очень не верю прогнозам, вот как метеопрогнозам, да, наверное, уже многие не верят, точно так же различным социологическим опросам, потому что они во многом проводятся, чего изволите, да, кому-то потешить, кого-то, значит, успокоить, поэтому это гадание на кофейной гуще, что вот я для себя всегда не приемлю это гадание. Должны показать избиратели, и тогда мы можем точно там 19 сентября сказать, вот видите, кто составил тройку, она действительно эффективно себя показала, а кто ошибся. Окей. Марина Сазунтова, вице-спикер Зак Собрания Кировской области в нашей студии. Ну, давайте вернемся к году экологии, о котором вы заговорили в самом начале программы. Это действительно интересная вещь, потому что если мы, год экологии пройдет у нас так же, как прошел год кино, год фермерства, может быть, год фермерства получше, год кино прошел, не знаю. У нас еще, так сказать, оба идут, и год кино, и год фермерства. Вы на себя ощущаете, что у нас вот все под флагами фермерства и кино? Ну, по крайней мере, меня пригласили 12 августа в Налинске, будут проходить, у них уже считается, не знаю, во всяком, союзного, ну, не союзного, российского, всероссийского значения, фестиваль, посвященный Черкову. Туда приедут, вот у них называется «Голубой шар», и я могу немножко ошибиться, то есть они, по крайней мере, это мне напоминание пришло. На 22 августа у нас еще день кино, так что, может быть, еще вспомнят, еще какие-то события будут. Ну, вас как я в том случае как зритель. публичную пригласили, конечно. Даже не столько публичную, просто знакомый Виктор, Путинцев Виктор Сергеевич, с которым мы встретились, он очень активно они там готовятся, он человек, почетный гражданин. Хорошо, хотели бы вы, чтобы год экологии прошел так же, как год кино? Никоим образом. Конечно, никаким образом. Но я уже упомянула, что если это будет такое же финансирование, как и нынче, на сферу охраны окружающей среды, то, увы, это будет мало чем. Хотя программа написана очень большая. И уроки, и в школах, так сказать, да, экологическая культура, и много там, что написано, и в фестивале. Да, это уже Оргкомитет, это уже, это сказать, и проект такой, наверное, программа, может быть, вот я пока была в отпуске, уже ее утвердили, но она достаточно обширна, эта программа, много очень хорошего. Но, понимаете, меня всегда беспокоит, чтобы это не оказалось ради галочки, и порадовала нынче, я не помню, в какой из газет, просматриваю регулярно, появилась информация, волонтеры, они предложили убирать эксперименты после прогулки собачек, да, выгула собак. Вот я думаю, когда это пойдет, как одна владелица такого симпатяги, четырехлапого сказала, когда я начала убирать со своей собакой, с совочком, остальные все на меня посмотрели, так, что мне стало стыдно, и я больше этого не делаю. Так вот, если мы это сознание, хоть в какой-то степени не поколеблем, вот эта дремучесть, такую, да, дубовая, дубиноголовость, что я выгуливаю, моя собачка никому не мешает. Это очень комфортно. Теперь давайте мы запустим волонтеров, которые за моей собачкой будут прибирать. Что же тогда изменится у меня в голове, Марина Сергеевна? Нет, я говорю о том, что здесь волонтеров, не то, что они ходят и за кем-то это убирают, да, по крайней мере, вот знаете, вспомнить, мама мне шила такую повязку, красненькую, с зеленым крестиком, как зеленый, где журнала школа. Нет, это было, когда мне еще лет пять, я еще жила в Октябрьске 101, и посадили только тополя на Октябрьском проспекте, между Первомайский, вот магазин, там сейчас Глобус, да, и вот противоположной стороной, и мы охраняли эти тополя, чтобы там люди не ходили, не топтали. То есть вы считаете, что прежде всего здесь поменяется ощущение у самих волонтеров, а ни в коем случае не у владельцев собак. Ну вот если пойдет за мной волонтер, правда, какая-нибудь девочка 17 лет, а я с собакой, и она будет что-то там убирать, вот, ну, никоим образом она мне не изменит сознание. Нет, нет, что значит она будет убирать за кем-то? А что не будет делать? Дело не в этом. Вот вы знаете, не просто там, я заметила, в Минске, предположим, там очень чисто. И все говорили, надо же, никто и не мусорит. Мусорит. Но то, что там сразу было убрано, и когда ты на чистое, так сказать, не у каждого поднимется рука, что-то кинуть. Волонтерами мы не сделаем город чистый. Волонтерами, безусловно. Я не говорю о том, что волонтеры, это знаете, как, ну, посыльные добра, которые во всяком случае, показать какой-то пример, обратиться. Хотя я знаю, что вот это одна из сторон, ну, как сказать, гуманного такого обращения. Буквально, не знаю, вчера или сегодня, с экрана, по какому каналу, не помню, уже такой крик и призыв, давайте, из машин, когда выкидывается мусор, кто должен отвечать, вот буквально, по-моему, сегодня эта информация прошла. У меня, честно говоря, даже возникало, вот когда идешь весной, особенно, по таким, не самым центральным улицам, там, Дериндяева, там, Карл Липник, думаешь, ну, поставить бы видеокамеры, съемные, напротив, зафиксировать, из каких окон вышвыривается весь этот мусор. А чтоб не только автомобилистов ловить на камеры, но как-то еще их использовать, да? Да. Дело в том, что, вот понимаете, одними призывами, я говорю, гуманный способ, это для тех, у кого еще остаток совести как-то есть, они понимают, что и колеблются, как это вот одна из владелец, да, что вот она видела такое отношение к ней отрицательное и тоже перестала это делать. А есть должности, его быть более жесткие, ты нарушил, ты мусоришь, отвечай. Но я против штрафов, я против того, что их же заставить и убирать. Поэтому здесь, вот, экология как раз, надо как-то с семьи начинать. Мне, например, вот я, пример, уроки экологии в школе. Ну и что? А он домой приходит и видит, как его там мама взяла и не донесла до мусорного там, значит, бачка, а тут же где-то бросил этот пакетик, да, или ему уже говорят, а ты тут вон брось и сам с собой. Остается одна минута. Поэтому очень важно, чтобы семью к этому подключать. Кто? Кто должен это делать? А может быть, через ТОСы, вот которые у нас сейчас территориальное общественное самоуправление, советы домов. Потому что если не начнем с семьи... Вот предложение от Марины Сазонтовой. В следующем году, год экологии, как минимум городская администрация, а лучше вся область, плотно стала работать с ТОСами на предмет экологического отношения, правильного экологического поведения. Будем надеяться, да. Ну и наказание тех, кто так мусорит. А это уже работа с другими людьми. Марина Сазонтова, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области в программе «Особое мнение». Спасибо, Марина Сергеевна. Приходите еще. Если я вам не надоела. Спасибо. До свидания.